Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. Мы с вами встречаемся на полях Петербургского международного экономического форума, поэтому первый вопрос, конечно, какие у вас здесь запланированы встречи, с кем переговоры, что собираетесь обсудить? Здесь, помимо участия в тех встречах, которые будут у президента, запланированы мои контакты с целым рядом участников, включая исполняющую обязанности премьер-министра Ливана, включая председателя Генеральной Ассамблеи ООН, только что состоялась встреча с руководителем программы развития ООН, госпожой Кларк. Мы обсудили перспективы нашего взаимодействия по наращиванию вклада России в международное содействие развитию. Будут также встречи с президентом иракского Курдистана, господином Барзани и ряд других. Так что скучать не приходится. К теме Востока еще сейчас вернемся. Новость, которую обсуждают сейчас все, это речь президента США Барака Обамы в Берлине у Бартенбургских ворот и его предложение для России и США сократить на третье ядерное вооружение. Как вы оцениваете такую позицию? Когда встречался президент Путин с Бараком Обамой в Лох-Эрне на полях саммита «Восьмерки», президент США предупредил в общих чертах, что он планирует в ходе своей речи в Берлине объявить о том, что американцы провели анализ тех факторов, которые нужно учитывать для поддержания потенциалов сдерживания. И пришли к выводу, что они могут свой потенциал без ущерба для задач сдерживания сократить безболезненно на одну треть. Но, конечно, только в том случае, если Россия тоже пойдет этим же путем. Мы объясняли американцам не раз, и президент Путин это подтвердил Бараку Обаме, что для нас сейчас самое главное – это выполнить договор об СНВ, который уже подписан, ратифицирован и неплохо выполняется. Исполняться он должен еще несколько лет, прежде чем будут достигнуты те лимиты, которые в этом договоре согласованы. Во-вторых, мы также привлекаем внимание к тому, что ядерное оружие, стратегические наступательные вооружения являются далеко не единственным фактором, который влияет на глобальные паритеты, на глобальную стабильность, стратегическую стабильность. На нее влияют также и оборонительные стратегические системы противоракетной обороны. На нее влияют или будут влиять, по крайней мере, в самом обозримом будущем планы американцев, которые активно их реализуют, по созданию стратегических вооружений в неядерном оснащении, которые, наверное, будут более гуманны с точки зрения отсутствия эффекта радиации по сравнению с ядерной бомбой. Но в военном смысле они будут гораздо более эффективны, чем нынешние стратегические ядерные вооружения. У американцев также есть планы вывода оружия в космос, против чего мы выступаем и вместе с Китаем внесли проект соответствующего договора на конференции по разоружению в Женееве. Ну и не будем забывать о том, что в обычных вооружениях у американцев существенные превышения над нами. И мы спокойно излагаем эти очевидные вещи и предлагаем разговор вести о стратегической стабильности в целом, с учетом всех тех факторов, которые на нее влияют. Ну и в этом контексте, конечно, можно при всех вот этих вот условиях, можно говорить о дальнейших сокращениях, но уже не в двустороннем формате, а с привлечением других стран, которые обладают ядерным оружием. Потому что следующие шаги, о которых говорит президент Обама, уже будут выводить на уровень, вполне-вполне сопоставимый с тем, что есть у других ядерных держав. — Сергей Викторович, ну вот раз уж заговорили об этой теме по ПРО, какая сейчас ситуация? Планы по Европро не отменяются, но как-то незначительно корректируются, а сейчас еще и планы относительно Аляски, якобы в ответ на наличие ракеты УКНДР. Вот как Россия оценивает такую ситуацию? — Да, корректировка, которая произошла несколько месяцев назад, она действительно заключается в том, что американцы пока, пока на данном этапе отказываются от четвертой фазы развертывания этой системы в Европе и компенсируют этот отказ развертанием дополнительных перехватчиков на Аляске и планируют создать еще один позиционный район на восточном побережье. Так что все вкупе мы проанализировали, но это не снимает наших озабоченностей, потому что система остается глобальной, и развертывание ее компонентов планируется и происходит по большому счету по периметру наших границ. Объективно так оно и есть. Поэтому мы, как сказал президент Путин на пресс-конференции в Лохерне по итогам саммита «Восьмерка» и по итогам своей встречи с Бараком Обамой, мы, конечно, позитивно в целом воспринимаем предложение президента США о большей и даже о полной, как он выразился, транспарентности всех этих планов для нас. Как это сделать, как это может воплотиться в практические договоренности, предстоит подумать. Мы взяли эти идеи в проработку. Повторю, это не снимет всех наших озабоченностей, поэтому нам в любом случае придется предусматривать ответные меры, которые не позволили бы нарушить стратегические балансы. И об этом президент наш откровенно сказал американскому коллеге. Но мы не против того, чтобы одновременно иметь большую ясность о том, как эта система будет развиваться. Сергей Викторович, ну, безусловно, сейчас тема номер один международная, это, конечно, ситуация в Сирии. На этой неделе прошел саммит «Большой восьмерки», который уже назвали саммитом «Ледниковым». Говорили, что он проходил в ледяных тонах. На Ваш взгляд, удалось все-таки достичь каких-то, какого-то хотя бы прогресса в переговорах России, США, Британии по поводу сирийского регулирования? Всегда есть и будут, наверняка, персонажи, которые ищут только скандалов в любом развитии событий, которые, значит, изрекают пророчество и кликушество по поводу любого предстоящего контакта лидеров стран «восьмерки» или любого другого механизма. Действительно, мы расходимся достаточно серьезно, но не по конечным целям, а по путям достижения этих целей. Потому что ни мы, ни американцы, ни европейцы, ни кто-либо еще из нормальных государств, включая страны арабского региона и мусульманские страны в целом, не хочет видеть Сирию, повторяющий путь Ирака, где вторжение американцев и оккупация этой страны, последовавшая, сопровождалась, по сути дела, изгнанием суннитов из любых маломальски значимых структур и передачей всей полноты власти шиитам. И сейчас этот процесс надо как-то исправлять. И необходимо искать пути, чтобы в Ираке и шииты, и сунниты, и курды, и христиане, которые там тоже есть, хотя их осталось в три раза меньше, чем было до вторжения, было полтора миллиона, осталось полмиллиона христиан в Ираке, чтобы все они там жили, как в своем государстве, чтобы политическая система обеспечивала равноправие у всех. И по Сирии у нас у всех единое понимание, убежденность в том, что надо эту страну сохранить территориально целостной, суверенной, многоэтнической, многоконфессиональной, где все меньшинства и религиозные, и этнические имели бы обеспечение своих прав и ощущали бы себя в безопасности и комфорте. Но как этой цели достичь, мы убеждены, что только политическим путем. Об этом президент вновь подтвердил на саммите восьмерки. С нами вроде бы соглашаются, и именно на политическое урегулирование нацелена российско-американская инициатива, создана международной конференции, которую все поддержали. Но на практике мы видим очень много действий, которые, по сути дела, нацелены на подрыв этой инициативы. Ну, например, сразу же после ее внесения стала форсированно продвигаться резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с абсолютно односторонним изложением ситуации и с односторонним обвинением только сирийского правительства во всем, что там происходит. Полностью закрывая глаза на бесчинство боевиков, на то, что на стороне оппозиции все больше и больше влияния получают террористические организации, наподобие Джабхата Нусра. И эта резолюция была продавлена буквально, хотя подавляющее большинство стран не захотело ее поддерживать, но воздержалась. Поэтому голосов она получила больше, чем... голосов за получила больше, чем против. Огромное количество стран, по-моему, больше 80 воздержалось. Как будто этого было мало, в Совете он по правам человека. Внесли сразу несколько антисирийских резолюций, где опять все грехи были свалены на правительство, а оппозиция, по сути дела, обелялась. Очень интересно и для меня как бы горестно, что во всех этих случаях лидирующая роль наряду со странами Персидского залива играли в Соединенные Штаты. Я спрашивал у Джона Керри, чем это объясняется, изменилось ли отношение Вашингтона к необходимости созыва конференции. Он объяснил мне это таким образом, что вроде бы те, кто работали в Нью-Йорке и в Женею по продвижению этих резолюций, ему не докладывали о том, что они делают. Не знаю, как построена эта работа, но мы имеем объективную реальность. Это не помогает созданию атмосферы для созыва конференции. То же самое касается и заявлений, которые постоянно звучат о наличии убедительных доказательств применения сирийским режимом химического оружия. К нам приезжали американские эксперты недавно. До этого нам показывали свои изыскания английские коллеги, французские представители. Во всех этих случаях, во всех этих бумагах, которые нам предъявили, мы не нашли ничего ровным счетом, что можно было бы рассматривать как выдерживающую критику доказательства. Более того, вы знаете о заявлении члена независимой комиссии по расследованию в Сирии Карла Дель Понта, бывшего прокурора Гагского трибунала, которая подтвердила, и недавно она вновь сказала, что от своих слов не отказывается, что есть убедительные факты применения 19 марта химического отравляющего вещества боевиками оппозиции. Она опрашивала свидетелей, по крайней мере, у нее есть данные от этих свидетелей, и от пострадавших. И именно этот эпизод сирийское правительство попросило расследовать ооновских экспертов. И в ответ получила требование, что экспертов готовы прислать, но только если они получат неограниченный доступ в любую точку Сирии, на любой объект, к любому гражданину. Неважно, занимает он такую должность или нет. То есть требование лечь под мандат, который был в свое время для Ирака изготовлен. Поэтому, кстати, Карло Дель Понто убеждает, что каких-либо других случаев применения химических отравляющих веществ неизвестно. Более того, Международный комитет Красного Креста, который имеет доступ во все районы Сирии, активно сотрудничает по решению гуманитарных проблем, и правительство Сирии ему помогает. Недавно его представитель сделал заявление, что, будучи представленными по всей территории страны, они не имеют информации о каких-либо случаях применения химического оружия правительством. Возникает вопрос, зачем с такой настырностью двигать эту тему, причем на фоне отказа расследовать конкретный эпизод по просьбе сирийского правительства. Наверное, кому-то хочется как можно больше зацепок получить в виде и резолюции Генеральной Ассамблеи, и резолюции Совета по правам человека, и в виде вот этих вот голословных, но постоянно нагнетаемых в СМИ утверждениях про химическое оружие, чтобы потом на каком-то этапе сказать, все, красная линия переедена, и Совет Безопасности, если не хочет ничего разрешать, то мы будем это делать сами. Мне просто невозможно к другому выводу прийти, когда мы оцениваем все эти вот, все эти перипетии. Сергей Ильич, ну вот заявление о том, что красную линию перешли, оно уже звучало, и сразу последовали призывы, как раз после этих якобы убедительных доказательств о применении химического оружия, установить бесполетную зону над Сирией. Американцы отправили в Орданию, на границу сирийскую, истребители F-16, патриоты, морпехов, и сказали, что проведя учения, их там оставят, если будет решение о установке бесполетной зоны. Мы спросили у наших американских партнеров о том, как мы все это можем понимать, тем более, что есть сведения в американской печати, они упоминались о том, что Вашингтон уже разрабатывает планы бесполетной зоны, независимо от того, будет разрешение с этой безопасности или нет. Мы на полях восьмерки поставили этот вопрос перед американскими коллегами, они на него не ответили, что тоже не может, конечно, не настораживать. Более того, было объявлено о том, что США рассматривают уже в практическом плане вопрос о снабжении оппозиции вооружениями, соответствующее решение о том, что теперь это можно, и никакого запрета на это нет, уже принял Европейский Союз, хотя и отложил возможность поставок вооружений до 1 августа. Но я не знаю, сейчас в прессе много всякого пишут, наверное, не все достоверно, но в сирийской прессе, я не помню в какой газете, на днях буквально появилась информация о том, что через территорию Турции американцы и Саудовская Аравия поставляют большое количество тяжелых вооружений боевикам, включая минометы, включая артиллерию, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, очень опасное оружие для гражданской авиации, как вы знаете. И, наверное, нет дыма без огня, но то, что сирийская армия воюет не с людьми, вооруженными мушкетами, это факт. Иначе, наверное, развязка была бы иной. А так идут ожесточенные бои за каждый город, и это значит, что сирийская армия противостоит очень хорошо вооруженная и достаточно хорошо обученная команда. Сергей Викторович, известно же, что и американцы, и британцы признают, что действительно воюют союзники Аль-Каиды, террористы, даже организация Джипхата Нусра, которую вы назвали в рядах оппозиционеров, и при этом решили, объявили о готовности вооружать оппозиционеров, отменили эмбарго. Как же тогда борьба с международным терроризмом, за который так борются американцы в последние годы? Ну, в этом-то вся и беда, и надо отдать должное нашим партнерам, они понимают опасность вот этой стези, на которую они вот-вот готовы вступить. Джипхата Нусра, по всем оценкам, наиболее эффективно функционирующая структура оппозиции, вооруженная оппозиция. И подавляющее большинство вооружений, попадающие, уже попадающие в Сирию, и то, которое будет попадать в Сирию, будет распределяться, у меня нет сомнений, именно через эту структуру. Она наиболее скоординирована, наиболее дисциплинирована, и наши коллеги это понимают. Более того, мало кто обратил внимание на один пассаж из коммунике, который был принят лидерами восьмерки, в той части, которая касается Сирии. Там есть правильные слова и о необходимости только политического регулирования, о необходимости созыва международной конференции для полного выполнения того, о чем договаривались в Женеве в прошлом году, включая сформирование переходного управляющего органа на основе общего согласия правительства и оппозиции. Там есть жесткие предупреждения в отношении любых попыток применять химическое оружие. И, кстати, там же есть пассаж о необходимости доложить Совету безопасности обо всех фактах применения, которые тиражируются в СМИ. И я считаю, что те оценки, которые излагает Карло Дель Понто, в частности, были бы весьма и весьма полезны для Совета безопасности. Но помимо всего этого, в этом коммунике, в сирийском разделе, есть очень сильный текст, который призывает правительство и оппозицию объединиться для изгнания террористов из Сирии. Вот, наверное, один из таких ключевых вопросов, который предстоит решать. Это интересно, что мало кто как-то об этом говорит, но это мощный, яркий, однозначно нацеленный на борьбу с терроризмом текст, который подписан лидерами «восьмерки». Кстати, сирийское руководство уже нам подтвердило, что они поддерживают выводы «восьмерки» и подтверждают свою готовность участвовать в конференции. Нам до сих пор неизвестно, кто же все-таки убедит оппозицию поступить таким же образом. Да, мне как раз вопрос. Когда они все говорят, и Кэмерон, и американская сторона, что знают о боевиках, о прочих, говорят, что все-таки нет, в стане оппозиции есть люди, готовые заниматься демократией в Сирии, гражданскими свободами, готовые пойти на переговоры. Вам что-то известно, кто эти люди? Нет, нам об этом неизвестно. Мы знаем практически всех заметных деятелей оппозиции, как в рамках национальной коалиции, так называемой, так и в рамках других структур, включая Национальный координационный комитет, включая Высший совет курдов в Сирии. Вот то, что касается деятелей коалиции, на которую делают ставку и американцы, и европейцы, и страны Персидского залива, они отвергают свое участие в конференции, если только на этой конференции не будет оформлена полная передача всей власти от правительства вот этой коалиции. Это прямой афронт и нам, и американцам, потому что наше предложение о конференции заключается в необходимости выполнить договоренности Женевского коммунике прошлого года, а там четко сказано, что переходный управляющий орган формируется и правительством, и оппозицией на основе общего согласия. Конференция для этого должна созываться, а не для того, чтобы потребовать от правительства капитуляции. Сергей Викторович, когда все-таки может состояться эта конференция? И сразу сюда же вопрос. Президент Франц Аланта заявил, что он с удовольствием бы увидел на этих переговорах в Женеве новоизбранного президента Ирана Хасаду Рухани. Как вы к этому относитесь? И придется ли ждать его вступления в должность? Иран надо обязательно приглашать, так же, как надо приглашать всех соседей Сирии, которые напрямую затронуты этим кризисом, на их территории много беженцев и так далее. И вообще от нестабильности они, конечно же, страдают. Франция была среди тех, кто до недавнего времени категорически выступал против участия Ирана в этой конференции. Если сейчас наши французские коллеги изменили свое мнение, могу это только приветствовать. Что касается сроков, то этот вопрос обсуждался на восьмерке. Мы предлагали такие сроки определить, пусть это будет месяц, два, три, неважно, но чтобы была какая-то конкретная цель, под которой надо работать. Западные партнеры попросили этого не делать. И в итоге было записано, что надо создать конференцию как можно скорее. Ну, вы знаете, чего стоят такие определения. Хотя мы, конечно, будем стараться. Но сейчас главное, и, наверное, в этом причина, почему наши западные партнеры не пошли на упоминание конкретной даты, что они совсем не уверены, что им удастся уломать оппозицию. Сергей Ильич, а что вам известно, когда будет выполнен контракт окончательный, когда российские допоставят зенитно-ракетные комплексы С-300 в Сирию? Мы все свои контракты уважаем, все свои контрактные обязательства выполняем, пока контракт до конца полностью не реализован. А когда ждать и ждать ли, возможно, положительного решения по появлению российских миротворцев на голландских высотах? Это зависит, как вы знаете, от готовности пойти на этот вариант сирийского правительства и Израиля, потому что в оригинальном изначальном мандате этой миротворческой операции в 1974 году было записано, что мандат утверждается, принимая к сведению договоренность между Сирией и Израилем. Моя договоренность гласила, что они согласились исключить из состава контингентов, которые будут эту миссию формировать, контингенты постоянных членов Совета Безопасности. Но это было давно, это было в разгар холодной войны, через год после очередной войны горячей в регионе. И сейчас я не вижу никаких причин, почему российские миротворцы были бы неприемлемы для Сирии и для Израиля. Сирийское правительство, кстати, уже поддержало наше участие в этой миротворческой операции. Со стороны Израиля пока такой позиции не заявлено. Но уже ту брешь, которая создается в результате вывода австрийского контингента, намерена заполнить, по-моему, за счет филиппинского или фиджийского контингента. Но наше предложение остается в силе. Мне бы казалось, что это было бы неплохо. Мы хорошие отношения имеем и с Сирией, и Израилем. Мы заинтересованы в том, чтобы и Сирия, и Израиль, где огромное количество наших граждан живет, наших соотечественников, чтобы тоже он чувствовал себя в безопасности. Поэтому, мне кажется, именно для этой операции наши миротворцы подходили бы почти идеально. — Сергей Викторович, меняется власть в Иране. Как вы оцените результаты президентских выборов личностью Хасана Раухани? Запад вроде бы уже воодушевился. Он единственный из всех кандидатов, который говорил, что хочет наладить отношения с Западом. Ждать ли поворота, может быть, в иранской ядерной программе? — Мы работали со всеми президентами, предшественниками вновь избранного президента. Кстати, ожидается участие президента Ахмади Нижада в форуме стран-экспортеров газа на высшем уровне, который состоится в начале июля. И это будет, наверное, последний контакт с господином Ахмади Нижадом, в его качестве президента Ирана. Господин Раухани вступает в свои права в начале августа. Он действительно говорит о необходимости более активно и творчески искать решение иранской ядерной проблемы. Мы это приветствуем. Уже на данном этапе, при нынешнем президенте, мы почувствовали готовность Ирана все-таки всерьез и предметно обсуждать те озабоченности, которые давно и хорошо известны. И, в частности, на последних встречах была зафиксирована готовность решать проблему 20-процентного обогащения. Естественно, с учетом того, что в случае прекращения такого обогащения в Иране шестерка и международное сообщество в целом сделает тоже какие-то шаги навстречу в плане ослабления односторонних и многосторонних санкций. Так что рассчитываю, что этот темп не будет утрачен. Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее после вступления в должность нового президента Ирана провести очередной полноформатный раунд переговоров шестерки с иранскими представителями. Ну и в целом ожидаем продолжения многовековых традиций добрососедства с нашими иранскими коллегами. Спасибо вам большое за это. Спасибо.